Сколько людей принимают в делах у тыдней мобильности подлечить немогчима, а вот сколько-то краин, где не свядомые, из-за 50, у Белоруссии летность до агульно-европейской акции получились 66 городов, включающие 12 с Гомской области. Сегодня-то эта лечба не изменилась. Что касается недели мобильности, она проходит в текущем году под девизом «Иди с нами». Неделя мобильности направлена прежде всего на популяризацию, активизацию подвижности населения. И прежде всего это пешие прогулки и велосипедные прогулки. Разом с тем, не у всеми, эта акция успеется однозначно. Корысть здорового ладу життя никто не освещает, но большая часть того же Гомеля для руха велосипеда практически не призначена. Коя шмат таких администрационных будинков, научных установ и предприемств, зарублены стоянки для этого вида экологично беспечного транспорта, но этим справа, конечно, и обмежевывается. Коли колькость велосипеда увеличится у разы, это створит шмат проблем. Чтобы побольше было велодорожек, специально отведенных для того, чтобы отдельно ездили, независимо от пешеходов. Потому что я против того, чтобы вместе с пешеходами на одних тротуарах ездили велосипедисты. Это неудобно. Еще одно питание. Забороживание поветра. За прошлые пять годов выкиды от авто снизились на Гомельщине на 15%. Причин некакие. Приобщение якости палева, увеличение колькости транспортных сроков с экологичным классом Евро-5 и Евро-6, выкоростание электроавтомобилев. Але ситуация все равно не простая. Зараз в Гомельской области зарегистрировано май 400 тысяч приватных автомобилей, а май полова шкодных выкидов у поветра не на видадых. Сержант токсичных компонентов, оксид в углеродов, вокись азота, сера и тяжкие металлы. Сегодня все разумеют, что в сучастных умовах полностью отмываются от выкоростания автомобилев немогчима, а проведение акции не сможет ликвидовать все проблемы негативного уплыва авто. Разум с ним, это еще одна подстава донести до каждого человека, у него есть максимальность выбора денег для заховывания новокольного осеродья. 22 сентября у нас будет проходить в городе Гомеле день без автомобиля. К этому мероприятию мы приглашаем присоединиться всех граждан, всех жителей города Гомеля и Гомельской области. И просим их отказаться в этот день от автомобиля личного, с тем, чтобы пройти пешком, либо проехать на общественном транспорте. Олег Синчеров, Валерий Капанько, телерадо и компания Гомель.